Вера, мир и благодать Синодальный перевод, самое начало пятой главы Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божией Здесь много чего еще, оправдания, надежда, слава, но я только обращу сейчас ваше внимание на следующие слова Мы благодаря вере получаем оправдание, то есть мы становимся причастными к божественной праведности И, значит, благодаря вере мы имеем мир, после чего получаем доступ к благодати Что Павел имеет в виду? Смотрите, мы говорили уже наверняка не один раз, когда читали послание к римлянам, когда разбирали парочку трудных мест из него отдельно до этого самого начала пятой главы О том, что вера — это ключевое понятие в Павловом богословии и в послании к римлянам особенно И что может быть по-русски, это не всегда вера, иногда это достоверность, иногда это уверенность, иногда это верность То есть что-то такое, что позволяет возникнуть доверие, что делает возможным осуществление некоторых планов и замыслов Так что мы будем уверены в другом человеке, или в данном случае в Боге, который определенным образом себя проявит по отношению к нам И, с другой стороны, наша ему вера — это его уверенность в том, что мы его не бросим Это некоторый завет, который заключается И мы имеем мир с Богом Странная фраза, мы так не говорим по-русски По-гречески А что значит мы имеем мир? Ну, на Земле часто бывает война Сегодня у нас много всяких разновидностей новых войны, какие-нибудь там гибридные, необъявленные и прочее Но не будем об этом Важно, что война — это вражда И когда есть война, какая бы она ни была, она исключает абсолютно добрые отношения Она делает невозможным совместное действие И когда это так, то что нам остается? Заключать мир Вот мы заключаем мир с Богом Не слишком ли громко это звучит? Нет, Бог на нас гневается Ну, а допустим, благодаря крестной жертве-спасителю этот гнев исчезает Да, он нас прощает Но знаете ли, вот как-то не говорят обычно, что там воюют, не знаю, дети с родителями А отношения между Богом и человеком, они еще более неравны, да, чем у детей с родителями Хотя, вообще-то родители могут сказать, что вот идет дома сплошная война с каким-нибудь трудным подростком Не означает на уничтожение, но на какой-то передел сфер влияния, там, на утверждение своей точки зрения Вот это служит конечной целью этой войны А с Богом-то как мы можем воевать? Ну, это бессмысленно воевать с Богом С родителями еще можно подростку воевать, чтобы они там что-то разрешили, что-то дали, что-то не препятствовали в чем-то, да А с Богом как этого добиться? Что от него можно вырвать какие-то чудеса при помощи боевых действий? Если там кидать ему в лицо оскорбление, то что там чудо случится? Бывает, кстати, частый сюжет, да, человек там кричит небу, убей меня, если ты есть, да Но, как правило, ничего не происходит Вот, что это? Какая-то дуря, а не война, да Но, с другой стороны, смотрите, ведь, как Павел описывает, жизнь вне закона, жизнь с нарушением закона Это же война не просто с Богом, как с некой сущностью надмирной, неутмирной Но война с тем миропорядком, который он устанавливает Партизанские действия Вот оккупация началась в какой-то территории, да, и партизаны воюют Я сейчас не выясняю, кто плохой, кто хороший, неважно А партизаны воюют, чтобы уничтожить этот режим, навязанный оккупантами, да Вот чтобы было все не так, как они хотят, а так, как сами партизаны задумали И во многом грешник в этом мире, он действует как партизан против Божьей заповеди Против того закона, который установлен Он ведет настоящую войну, необъявленную, может быть, войну И что позволяет ему заключить этот мир? Ну, во-первых, если он хочет его заключить, а во-вторых, знаете ли, партизан преследуют А партизаны несут ответственность за свои действия, очень жестокую ответственность И необходимо что-то, чтобы другая сторона заключила мир Чтобы те, против кого воюют партизаны, мятежники, давайте их назовем так Партизаны, какое-то более возвышенное слово Против кого воюют мятежники, повстанцы, чтобы они их приняли, были готовы это сделать И вот как раз через Господа нашего Иисуса Христа, пишет Павел То есть благодаря его жертве мы имеем возможность заключить этот мир А что мы получаем в результате мира? Ну, мятежники, повстанцы, что получают? Легализацию какую-то, да? Могут вернуться к своим семьям, в свои дома, дальше жить, не боясь преследований Ну, хорошо, ну, как-то немного это, да? И вот Павел говорит о благодати По-гречески харис Это дар, но, что очень важно, дар абсолютно незаслуженный Но есть много разных ситуаций В древности было много таких ситуаций Целой культуры, которые были построены на обменном дарами То есть я что-то дарю, и я получаю подарок взамен А, соответственно, это регулируемая вещь И она тоже позволяет внутри общества перераспределять ресурсы И довольно эффективно в таких архаичных обществах Но благодать — это дар, который абсолютно ниоткуда берется И ничего за собой не влечет, никаких взаимных обязательств Кроме разве что благодарности Кроме признания Кроме продолжения этих отношений, которые привели к этому дару И смотрите, какую схему выстраивает Павел Вера в самом начале Позволяет человеку приобщиться к божественной праведности Благодаря тому, что принесена жертва Иисусом Христом Тем самым человек заключает с Богом мир Бог готов с ним его заключить Но и человек, в свою очередь, хочет Потому что очень часто человек ведь этого не хочет И тогда, заключив мир, он получает доступ к благодати Ведь не будет войска, которое занимает ту или иную территорию Подкармливать повстанцев Не будет им снабжение подвозить А вот мирное население, если это войск себя прилично ведет Оно кормить будет И будет ему помогать, будет его защищать Вот история с благодатью абсолютно та же самая Если разворачивать эту метафору Мы заключаем мир Тем самым мы получаем доступ к нему Не к сущности его, божьей сущности Но к его дарам, к тому изобилию, которую он может нам дать Вот это мы и называем словом благодать Не знаю, насколько удалось развернуть отношения между этими понятиями Которые здесь заложены в самом начале пятой главы Но, может быть, это поможет, если особенно прочитать пятую главу целиком Она очень трудная, но она центральная для этого послания Может быть, это введение поможет понять основную мысль этой главы Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!